Сегодня я поговорю про так называемые смарт-контракты, а также смарт-приложения, носящие юридически обязывающий характер. Надеюсь, у вас возникнут вопросы на эту тему. Мы сегодня поговорим про различные юридические аспекты блокчейн-технологий. Впервые я скажу о том, что блокчейн сегодня оказывает непосредственное воздействие на наш мир. Вопрос следующий. Как же блокчейн-технологии могут оказать нам поддержку и помощь в обеспечении работы юридических процессов в нашем реальном физическом мире? Вторая часть. Это мир воздействует на блокчейн. Насколько блокчейн-технологии вписываются в реальный мир с точки зрения нормативно-правовой базы? Насколько обеспечивается это соответствие действующим нормам и предписаниям в соответствии с действующим законодательством? И третья часть презентации. Это взаимодействие между нашим реальным физическим миром и блокчейном. Как они воздействуют друг на друга? И как будет выглядеть будущее с использованием блокчейн-технологий? Это структура моей презентации. Я сегодня являюсь ключевым докладчиком. Она будет тематически разделена на три части. Начинаем сначала. Первая часть. Как говорится, начнем от печки. Жил-был такой человек по имени Ник Сабо. Именно он ввел такой термин «Представление о смарт-контрактах». В конце 90-х годов Ник Сабо первым внедрил данное понятие в своей работе «Представление о смарт-контрактах». Именно тогда впервые упомянутые в литературе смарт-контракты. И как часто бывает в научном мире, как часто происходит, цитату не всегда приводят достоверно. Либо ее цитируют только отчасти, упуская более крупный контекст. И это произошло и сейчас. Но, к счастью, то, что сейчас используется в мире блокчейн-технологий, при понимании смарт-контрактов, используется очень простой пример из реальной жизни. Это обычный торговый автомат. Вы бросаете монетку, либо купюру, и автомат выдает вам вашу заветную баночку Coca-Cola. Что происходит в случае с торговым автоматом? Вы бросаете монетку, выбираете нужный продукт, нажимаете кнопку, принимаете условия работы с автоматом, и автомат выдает вам желаемый продукт. То есть это форма вашего волеизъявления. Вы выражаете свое согласие с условиями данной торговли. Итак, принцип смарт-контрактов гораздо масштабнее схемы работы торгового автомата. И сегодня блокчейн-сообщество начинает мыслить более масштабно. Речь идет о распределенных системах, основанных на такой технологии. В привезенной выше цитате я говорю о абзаце номер 2 и его центральной средней части. Но если мы ознакомимся с этой цитатой полностью, прочитаем ее до конца, то мы увидим следующее. Никсаба говорит о договорных положениях, то есть элементах договорных отношений, элементов условий контракта, а не о контрактах в целом. Это отдельные взятые части договорных отношений. Это утверждение справедливо в области информатики, технологии проектирования, только если мы говорим о так называемых линейных системах. И в линейных системах мы можем добавлять элементы к целому. Вопрос в рамках правоприменительной практики, в рамках нормативно-правовой базы. Спроявили вы это утверждение? Вопрос однозначный, ответ на него тоже ясный. Скорее всего, нет, это неприменимо. С технической точки зрения, смарт-контракт, умный контракт — это распределенные приложения, что вписывается в это понятие линейных систем. Однако с юридической точки зрения, является ли распределенное приложение умным контрактом или не является, имеет ли оно юридически обязывающую силу, в конечном итоге это решает только суд. Является ли это нечто, называющееся контрактом, либо не называющееся контрактом, по сути, контрактом, договором? Итак, в этом случае необходимо достичь консенсуса. Давайте постараемся кратко определить, что это такое. Сделаем одно допущение. Давайте исходить из следующего, что если существует какое-то ПО, программное обеспечение, которое используется для сопровождения тех иных юридических процессов, то эта сама единица, она должна вписываться в правовые рамки, она не должна нарушать законодательных положений. Если в блокчейн-сообществе говорят о смарт-контрактах, то речь заходит о распределенном коде. И лишь одной небольшой частью этой системы является намерение, которое носит юридически обязывающий характер. Это не вся система, а лишь малая ее часть. На прошлой неделе или на позапрошлой неделе мы выработали предварительное определение смарт-контрактов с точки зрения ISO. Это распределенный код, либо распределенный выполняемый код. Исполнение происходит с использованием реестра, распределенного реестра в данном случае. Требуется валидация и подтверждение. Мы получаем результат, исход. И сейчас происходят изменения в текущей ситуации с точки зрения нормативно-правовой базы. У нас нет выбора, принимать или не принимать этот исход. Выбора нет. Является ли этот код юридически обязывающим или не является, все зависит от юридического правового отполкования. Вторая часть. В первой части выступления я говорил о том, как с точки зрения информационных технологий, информатики рассматривается понятие так называемых смарт-контрактов, умноконтрактов. Во второй части мы поговорим о том, как юристы, адвокаты и другие юридические специалисты могут рассматривать такие смарт-контракты с точки зрения действующей нормативно-правовой базы. Мы говорим о обеспечении соответствия действующим нормам и предписаниям, то есть compliance. Вопрос к вам. Является ли контракт суммой составляющих его элементов? И ответ на этот вопрос – нет, не является. Это гораздо нечто большее. То, о чему учат в юридических вузах, на юридических факультетах, это то, как вписывается данное положение в общую нормативно-правовую базу. Давайте приведем пример из законодательства Германии. Есть так называемое понятие свободы заключения контрактов. И конкретной формулировки в законе нет. В Германии нет документа, который бы официально назывался Конституцией, но есть основной закон страны, что рождественно. И данный закон гласит, что любой человек имеет право делать все, что угодно, в той мере, в которой действия данного индивидуума человека не нарушают права других людей, в той степени, в которой это не является нарушением конституционного порядка, либо не является нарушением неписанных правил, то есть правил морали. И вот, что в Германии поднимается под понятием свобода заключения договоров или контрактов. Скорее, свобода определяется не самой свободой, а несвободой, то есть разрешено все, что не запрещено. От обратного. Например, существует законодательно установленный запрет на заключение договоров с лицами в возрасте моложе 14, 16 или 18 лет. Также ограничивается содержание данных документов, данных договоров, контрактов. В договоре не может быть положений, которые противоречат действующему законодательству. Кроме того, не может быть аморальных пунктов. В зависимости от контракта проявляются различные требования к его форме. Эти факты будут всегда учитываться любым юристам, всякий раз, когда этот юрист работает с контрактом, либо договором. Но специалисты в области информационных технологий, знают ли они об этом? Для разработки смарт-контрактов требуется тесное взаимодействие и сотрудничество между специалистами в области информационных технологий и юристами. Первое следствие того. Не все, что возможно, юридически допустимо и разрешено. Следующий слайд будет посвящен юридической теории, теории права, и я смелюсь на эту тему разговаривать, несмотря на то, что вы ее знаете, конечно же, гораздо лучше, чем я. На следующем слайде много текста, но я всегда по-прежнему восстановлюсь только на одной из его частей. Контракт состоит из трех частей. Первое. Мы проверяем, возникают ли права требования. В информатике это называется «positive check», потому что есть так называемый «чек-лист». Мы проверяем на наличие этого условия. Второе. Это проверка на то, по-прежнему ли действуют ли эти права требования, не исчезли они после определенных действий, после их возникновения. Допустим, после заключения юридически значимого контракта он может быть отозван, расторгнут, либо может содержаться в условии о его досрочном расторжении. Имело ли место быть такое условие и является ли контракт по-прежнему действующим. Существует не так много так называемых «positive checks», этих проверок на наличие условий, но гораздо больше проверок на отсутствие таких условий, так называемых «negative checks». Проверка на отсутствие условия, на отсутствие факта. Мы проверяем отсутствие факта, что нечто не произошло, не имело места быть. И компьютер с этим справиться не может. Для компьютерной системы это невозможно. Компьютерная теория достаточно простая. Есть двоичная система, если не один, то ноль. Есть два состояния. Мы выполняем простейшую проверку. Если нечто не равно единице, значит автоматически оно двоичной системе равно нулю. К сожалению, в реальности, в реальном мире, ситуация сильно отличается от компьютерных систем. Все не так. Если я хочу проверить, что данный пиджак не является черным, мне нужно проверить, является ли этот пиджак черным, либо мне нужно проверить, такого цвета этот пиджак, является ли он синего цвета, зеленого цвета, желтого, красного, фиолетового, такого угодно. Компьютер может выполнять только проверку на наличие факта, а не на его отсутствие. То есть positive check, а не negative check. И теперь мы сталкиваемся с этой неприятной ситуацией. В области права существует большая среда, в которой производится большое число таких negative checks, то есть проверка на отсутствие факта. И мы можем это выделить в третью часть. Остается ли юридическая сила у этих прав требования. И чтобы проверить, по-прежнему ли действуют эти права требования, юрист, адвокат или судья, как правило, выполняет обратную проверку. Не было ли фактов, которые приводят к утрате таких прав. И одной из таких причин может быть протест или возражение. Протест может помешать применению данных прав требования и их исполнения. Если в двух словах. Принципиально в Германии можно заявить протест по любому факту, по любой причине, но при этом такая сторона несет соответствующую ответственность и последствия в случае, если этот протест не обоснован. Это, конечно же, не совсем точно так, как я сейчас выразился, но так будет проще для вашего понимания. И вот эта проверка на действие этих прав требований на правомощность, это мы можем определить как все остальное. Переходим к следующей части. Как разрабатывается, как проектируется программное обеспечение ПО? Мы исходим из вот этой юридической картины, которую я только что вам представил. Три толкования. И первая проверка на наличие факта — это спецификация. Спецификация определяет систему. Это называемая проверка на отсутствие условий, она определяет собой контекст, то есть среду, в которой находится данная система. Чтобы снизить сложность системы, разработчик учит абстрагироваться от нее. От чего необходимо разработчику ПО абстрагироваться? От нерелевантной внешней среды. И, как уже было сказано, ПО покрывает собой только первые две части возникновения прав требований и проверка на то, что они не были утрачены. Но вот этот третий элемент — enforceability, то есть применимость этих условий или прав, они покрываются в программном обеспечении. На следующем слайде вы видите эту выжимку. Это резюме, но последняя часть является значимой для нас. Разработка программного обеспечения основана на спецификациях, которые моделируются в Львове Стане. То есть положительное состояние. И мы видим здесь только одну часть этой сложной системы, одну часть мира. И как это сказывается на разработке программного обеспечения? С точки зрения разработки программного обеспечения невозможно рассмотреть все положительные случаи. Поэтому могут быть логические и прагматические ошибки. Также могут возникать и контекстуальные ошибки. И здесь требуется участие человека, взаимодействие с человеком. И если мы к этому подойдем с этой точки зрения, мы придем к следующему выводу, что это мешает нам полностью автоматизировать такие смарт-контракты. Было бы ли это важно, актуально для специалистов в области информационных технологий, если это было бы запрещено? Перед тем, как мы перейдем к решению, давайте еще выше поднимем планку. Видим, насколько значимым является препятствие на нашем пути. Есть еще другие факторы, которые усложняют реализацию смарт-контрактов. Представьте себя на месте юриста, а именно адвоката, выступающего, работающего в суде. Перед вами лист бумаги, подписанный обеими странами. И данный лист бумаги самостоятельно исполняет достигнутое соглашение или договор. Для того, чтобы исполнить положение договора, прописанное на этом листе бумаги, не требуется участие человека. И теперь данный самоисполняющийся документ распределяется среди неизвестного числа субъектов. Такими субъектами могут быть люди, лица, компьютеры. И они выполняют для вас только одну задачу. Они судят и исполняют условия данного договора. И некоторые из этих субъектов находятся где-то за рубежом. И эти субъекты выполняют данные транзакции. И больше таких транзакций отменить невозможно. Их можно только вернуть в исходное состояние, если это возможно. И никто не может дать вам надежного подтверждения в отношении того, когда это произойдет, исполнение этого договора, если вообще произойдет. И произойдет ли это когда-либо. Если вы хотите выразить протест, протестовать то или иное решение или действие, никто не сможет вам сказать, в какие сроки этот протест будет рассмотрен. Есть юристы в этом зале? Вам комфортно с этим жить? Вам стало совсем некомфортно? Именно так. Поэтому необходимо принять некоторые меры предосторожности. Если в руки людей, таких как я, которые мало представляют, что такое право, что такое правовая наука, но которые умеют обращаться с компьютером. Если вы даете в руки людям такой инструмент, что происходит? Необходимо принять определенные меры предосторожности, чтобы они не натворили бед, делов не наделали. Нужно сделать так, чтобы у них была функция паузы и функция стоп. Либо сделать так, чтобы они были вынуждены использовать такие функции. Нам нужно вынудить этих людей строить свою работу так, чтобы она происходила в реальном времени. Под реальным временем я понимаю не быстро, а в определимые сроки. Юристы используют нечеткие, обширные формулировки, чтобы покрыть ими как можно больше ситуаций и случаев. Тогда как специалисты в области информационных технологии мыслят гораздо на более простом, низком уровне, нули или единицы, гораздо уже. Поэтому они выбирают четкие формулировки, ноль или один. Есть так называемое понятие fuzzy logic, нечеткая логика, которая осуществляет преобразование из одного в другое. Кстати, для тех, кто не знает, вот эта нечеткая логика, это не искусственный интеллект, она полностью определена. И последнее про право на самоисполнение данного контракта. Контракт дает право на выполнение контрагентом тех условий, которые он на себя взял, но не право исполнения. То есть право требования есть, право исполнения нет. Допустим, вы забронировали номер в гостинице, и вы заключили смарт-контракт. Данный контракт может помешать вам, воспрепятствовать вашему пребыванию в этом гостиничном номере, пока вы не оплатили эту услугу. Потому что у вас больше нет никаких прав. Вы можете войти в гостиничный номер только после оплаты. Но когда вы зашли в этот гостиничный номер и оставили в нем свои вещи, и что-то с платежом произошло не так, смарт-контракт не должен мешать вам повторно зайти в один и тот же ваш гостиничный номер, который вы и забронировали, потому что вы туда уже зашли, вы оплатили, и там находятся ваши вещи, ваша собственность. Больше всего понимается под этим самоисполнение. И мы говорим об этом в контексте смарт-контрактов. Теперь я перейду к последней части своего выступления. Это решение. В мире, в котором мы живем, существует огромное количество противоречий. Есть так называемая свобода заключения договоров, которые ограничиваются действующими нормативно-правовыми документами, устанавливаемыми регуляторами. Мы хотим прийти к полной автоматизации. Это наше стремление. Но мы не хотим исключать возможность участия в данном процессе человека. Мы хотим, чтобы у нас было применимое законодательство, нормы права. Но при этом мы хотим все это запрограммировать, переложить на язык понятный компьютером. Что нам нужно? Нам нужна программируемая нормативно-правовая база, что поможет специалистам в области информационных технологий, которые мало что понимают в области права, заложить в систему дополнительные юридические положения без необходимости их кодить руками, как говорится. Перейдем к третьему пункту. Это многослойная архитектура. Я думаю, что некоторые из присутствующих здесь знакомы с этой иллюстрацией. Это стандартный фреймворк, многослойный для стандарта TCP-IP. А данный стек TCP-IP можно также перенести на другие протоколы обеспечения связи, в том числе блокчейн. В основе лежит базовый слой коммуникации, который нас не интересует. Мы не хотим знать, что там происходит. Поверх него работают браузерные приложения, имейл, электронная почта и так далее, другие системы. Либо другие элементы, которые обеспечивают передачу данных. Если мы дадим несколько иное определение блокчейну, нежели принято на сегодняшний день, мы можем рассматривать блокчейн как протокол, который обеспечивает высокую надежность для систем передачи данных. Это означает, что он будет находиться здесь, на этом уровне. Я здесь написал стандарт ISO, международная организация по стандартизации. Это не обязательно стандарт ISO, просто моя деятельность связана так или иначе с ISO, поэтому я написал именно это обозначение. Это может быть любой стандарт, но должен быть стандарт. На основании данного стандарта у любого разработчика программного ПО будет свобода действий. Но внутри вот этого светло-синего слоя будет следующее. И здесь мы реализуем фреймор, который обеспечивает юридическую проверку над соответствием конституции, основному закону системы. И если вам, как юристам, необходимы основания для того, чтобы заявить протест, либо для того, чтобы задействовать функцию стоп, то вы ее найдете здесь, а не здесь. То есть при исполнении таких смарт-контрактов с выполнением данного условия данные системы будут также реализовывать те же действия, которые выполняют сегодня юристы, адвокаты, судьи и другие специалисты в области права. И заключение, так называемые, индивидуальные контракты, они могут стать следующим слоем. И это то, как сейчас работает, как все устроено в текущем мире в области права. Подходим к итогам моего выступления. Мы рассматриваем смарт-контракты с юридической точкой зрения. Смарт-контракты представляют собой не такое большое число автоматизируемых элементов положения контракта, его положения, нежели автоматизацию контрактов целиком. Рамки юридически значимых контрактов, вероятно, могут быть отражены в смарт-контрактах, но не так все просто. Теперь рассмотрим ситуацию с технической стороны. Утверждение «код есть закон» — это весьма забавное утверждение, но нельзя это утверждение перенести на действительность, в которой действует закон. Если мы хотим, чтобы это утверждение соответствовало действительности «код есть закон», нам нужно переложить на этот код, зафиксировать в нем, кодифицировать в компьютерном коде нашу действующую нормативно-бравовую базу целиком. Лучше выразиться так — право может частично быть представлено в форме кода. Есть несколько аспектов, которые делает блокчейн весьма привлекательным. Это неизменность, непредотвратимость исполнения, децентрализация. И подводим итоги для всех сторон, что это означает. Блокчейн представляет собой возможность использовать приложения для автоматической обработки транзакций и контрактов. Это может быть применимо для автоматизированного исполнения положений контрактов. Следующее утверждение — контракты, основанные на блокчейне, требуют достаточно сжатого правового регулирования, например, отдельных положений в юридических документах, поскольку наша правоприменительная практика основана на конкретных элементах нашего реального физического мира, а не на компьютерном коде. Что я понимаю под физическими объектами? Я могу передать вам какой-то предмет, это может быть данный кликер или все что угодно, и он теперь станет вашим. Но я не могу передать вам биты и байты кода и сделать так, чтобы они действительно принадлежали вам. На этом у меня все. Я благодарю за возможность выступить сегодня на этой конференции в рамках ключевого докладчика. Надеюсь, вам было интересно. Это станет хорошим началом вашего продуктивного дня. Спасибо. Спасибо.